МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень организованные, быстро все помогают. Главное, мне что понравилось, у них есть материал, которым можно зеркала, стекла заклеить, закрепить. Они очень аккуратно все переносят, быстро. Видите как, вот поток у них, прям с девятого этажа, они стоят по лестнице, друг другу все передают. Мы очень довольны, спасибо большое. Кто-то решает вывезти все свое имущество, а кто-то берет только самое ценное. Жильцам квартир даже нет необходимости самим собирать вещи. При желании за них это могут сделать рабочие. Переехать жителям подъезда помогают профессиональные грузчики. Они аккуратно упаковывают все вещи, маркируют их и складывают в грузовик. А дальше человек сам может решить, куда он хочет перевезти свое имущество. Каждый житель дома может бесплатно воспользоваться услугой временного хранения вещей. Для этого организован специальный склад. Это большое помещение с отоплением. На входе в каждую зону хранения висит акт ОПС имущества. А вещи аккуратно сложены в коробках или упакованы в защитную пленку. На складе круглосуточно дежурит охранник. Так что за сохранность имущества можно не волноваться. Но квартиры некоторых жителей пострадали до такой степени, что вывозить оттуда просто нечего. Вещей как таковых у нас не осталось. Прямо подо мной же был эпицентр. Все осталось там. Нам помогли из администрации. Приезжали и сказали, что гостиницу нам подготовили. Всем жителям четвертого подъезда предоставили временное жилье. Есть как номера квартирного типа. Здесь в зале стоит большая двухспальная кровать с бельем, телевизор и вся необходимая мебель. Есть даже отдельная кухня с плитой и чайником. Так что постояльцы сами могут готовить еду. Но на самом деле в этом нет необходимости. Для жильцов организовано горячее трехразовое питание. Ну а скоротать вечер можно за игрой в бильярд или настольный теннис. Второй тип жилья похож на базу отдыха с просторной территорией и местом для прогулок на природе. И все это в пешей доступности от электрички. На завтрак, обед и ужин постояльцы ходят в столовую, где для них повара готовят комплексный обед. Обязательно дают салат, суп, второе блюдо из мяса и гарнира, ну и конечно же компот. Все жители говорят, что для комфортной жизни у них есть все необходимое. Ой, вот так вот. Банни не хватает. Так все хватает, вообще все хватает. Вормят вообще лучше, чем... Ну бой. Ну а пока люди приходят в себя, после внезапного переезда на улице Зеленая уже разбит строительный городок. Рабочие установили строительные леса и провели временную электропроводку. А в гимназии номер 16 работает оперативный штаб, где пострадавшие помогают оформить документы и консультируют по любым вопросам. Здесь же жильцы дома могут получить необходимые вещи. От продуктов питания до средств личной гигиены и одежды. Александр Гузаев, Руслан Сафин, Новости, Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова